Сувалкский коридор, собственно, это участок длиной около 100 километров в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью. Чаще всего про Сувалки вспоминают в контексте гипотетического конфликта России с НАТО. Бундесвери не исключают, что Россия попробует перебросить войска в Калининград, чтобы устроить пограничный конфликт в районе Сувалкского коридора. Об этом в январе писало, может быть, некоторые помнят, издание «Бильд». Подробнее в материале моего коллеги Тенгиза Адами. Время они вякают против Сувалкский коридор. Сколько тут километров до России, до Калининградской области, от наших границ? 42 километра по прямой, отвечает вытянувшийся в струнку белорусский командующий Александр Науменко. Зря они вякают, наигранно сетует Лукашенко, держащий на руках белого шпица. Мизансцена абсурдно комичная, если бы ни одно обстоятельство. Показательный смолток Лукашенко с военными состоялся в расположении белорусской армии на границе с Литвой. Туда самопровозглашенный президент прибыл обсудить ни много ни мало боевые действия в Сувалкском коридоре и лично оценить готовность белорусских частей в случае военного конфликта с Западом. В данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам и часть Польши ты прихватываешь? Там небольшую. Северную часть, да? Северо-восточную. Само название Сувалкский коридор или Сувалкская брешь в активном обиходе примерно с 2015 года. Авторство приписывают тогдашнему президенту Эстонии Томасу Хендрику Ильвису. Сувалкский коридор — это стакилометровый участок совместной границы между Польшей и Литвой, кратчайший путь из Калининграда в Беларусь. Сувалкский коридор, он, естественно, имеет огромное оперативное значение по земле. Сувалкский коридор, естественно, это единственная артерия, которая связывает балтийские страны. Именно этот сухопутный коридор считается наиболее вероятной целью Путина, если или когда Путин развяжет войну с НАТО. Надо сказать, такой сценарий не исключен. Об этом за последние несколько месяцев предупреждали европейские министры. Однако в среднесрочной перспективе говорить о вооруженной конфронтации с НАТО, пока Россия увязла в войне с Украиной, не приходится. В ближайшее время мы не видим такой опасности, какого-то нападения, конфликта. Вполне возможно, какие-то глупые инциденты, но это больше даже, наверное, скорее всего, со стороны Беларуси какая-то глупость может быть. Речь может идти о новом обострении на границе между Беларусью и Евросоюзом, вроде той провокации, что Лукашенко устроил в 21-м, когда не без помощи белорусских властей в приграничной зоне оказались нелегальные мигранты из стран Африки и Среднего Востока. И хотя сценарий гибридной войны все еще наиболее реалистичный, полностью вероятность прямого военного столкновения России и НАТО исключить нельзя. Эту опасность и возможность мы рассматриваем очень серьезно. С начала года идут очень серьезные учения по всему периметру границы с Россией. И все же зачем Путину и Лукашенко Сувалгский коридор? Контроль над ним позволит фактически соединить российский эксклав с Беларусью, что особенно актуально после того, как со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО Балтийское море стало внутренним морем Североатлантического альянса. О возможном пробитии Сувалгского коридора российские пропагандисты всех мастей от Соловьева до Картополова грезят уже давно. Фейковый эксперт и псевдополитолог Сергей Михеев в эфире Соловьевского шоу даже грозил ядерным ударом по Варшаве, Берлину и странам Балтии. Государство под названием Литва и государство под названием Польша ведут себя слишком нагло. Слишком нагло. И не понимают еще, что на самом деле с ними можно разобраться быстрее, чем с Украиной. Потому что вопрос коридора это вопрос локальной военной операции и это гораздо проще, чем все то, что мы сейчас затеяли на Украине. И пусть пропагандистские фантазии лишь часть враждебной риторики, а угроза вооруженного конфликта с НАТО скорее блеф Кремля, очевидно одно – холодная война теперь надолго. Понравилось видео? Тогда свою благодарность команде «Ходорковский лайф» вы можете выразить лайком. Так вы помогаете нам распространять ролики и трансляции. И обязательно подпишитесь на «Ходорковский лайф», если почему-то до сих пор этого не сделали. И скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok